Доброе утро! В эфире телеканал МТВ «Время новостей» в студии Алина Успенская. В начале выпуска коротко о ключевых событиях дня. Мои коллеги побывают на торжественном награждении лауреатов премии губернатора Волгоградской области в сфере экономики. Поделятся впечатлениями от предпоказа спектакля «Летучий корабль» в молодежном театре. Поздравят работников УФСИН Волгоградской области с 88-летием со дня образования этой структуры. Расскажут о братьях наших меньших, которые вместе с людьми защищали нашу родину. А теперь о главных событиях к этому часу. С теплом и любовью. Почти две тысячи пар теплых носков связали жители региона для волгоградцев, которые защищают интересы нашей родины и участвуют в специальной военной операции. Скоро гуманитарная помощь отправится в зону боевых действий. Благотворительную акцию «Мы вместе» провели сотрудники Нотариальной палаты Волгоградской области. На что способны люди, когда их объединяет цель помочь кому-то, расскажет Любовь Макарова. «Дорогой сынок, разреши так обратиться к тебе. Желаю крепкого здоровья и терпения. Помни, тебя ждут дома. Победа будет за нами. Мухамбетова из поселка Комсомольский Палацовского района». Это письмо совсем скоро найдет своего адресата. В этой большой партии гуманитарной помощи сладкие подарки, рисунки, открытки и почти две тысячи пар теплых носков. Их связали в рамках акции «Мы вместе», организованной сотрудниками Нотариальной палаты Волгоградской области. Пряжу все желающие могли взять бесплатно в нотариальных конторах. «Творчество нашего народа, оно просто меня восхищает. А любовь к тому, кто нас защищает, она вызывает безумное уважение. На сегодняшний день мы не собираемся останавливаться. Мы будем продолжать. И все, кто к нам обратится, и кто хочет участвовать в этой акции, они могут обратиться в любую нотариальную контору и получат пряжу для творчества». Самыми активными стали жители Быковского района. 480 пар носков. В акции, пронизанной теплом сердец и рук, участвовали все от мала до велика. Дети рисовали открытки и писали пожелания. Мамы и бабушки вязали. Бабушке 94 года, бабушка Тоня, связала носки своими руками. «Храни вас Бог». Ну, как же, с каким вот можно принимать трепетом эти носки. Вот, за душу трогают. Вязали теплые подарки и сами нотариусы. Организаторы признаются, когда запускали проект, такого отклика не ожидали. Те, кто с пряжей, на «вы» теплые носки покупали. И не только. Еще сладости, новогодние подарки, чай, кофе, бакалею. В акции «Мы вместе» приняли участие жители всех районов области. Ведь для бойцов на передовой очень важно чувствовать, что о них помнят и всегда готовы поддержать. Мы всегда их ждем и всегда о них заботимся. И они чувствуют это тепло и знают, что у них всегда будет тыл. А тыл у нас всегда был крепок. При содействии представителей Дома офицеров Волгоградского гарнизона гуманитарную помощь доставят нашим воинам, которые выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции. Любовь Макарова, Дмитрий Макаров. Время новостей. Современный рентгенаппарат и маммограф поступили в два медицинских учреждения региона. Дооснащение диагностической техникой реализуют в рамках программы модернизация первичного звена здравоохранения Волгоградской области нацпроекта здравоохранения. Благодаря изображению высокого качества новый цифровой маммограф больницы номер 2 Волжского позволит выполнять исследования повышенной точности. А при использовании рентгенологического комплекса на два рабочих места в поликлинике номер 30 Волгограда специалист может изучить все анатомические области пациента. Оперативность проведения исследований сочетается с высоким качеством получаемых снимков. Помещения, в которых установлена новая техника, оборудованы всем необходимым для корректной работы аппаратов. С 2021 года для Волгоградских поликлиник и профильных отделений ЦРБ закупили свыше 370 единиц современной медтехники. До конца 2025 года планируют поставить еще 250 единиц оборудования. Задачу по реализации комплексного подхода в развитии здравоохранения Волгоградской области поставил губернатор Андрей Бочаров. Дополнительные возможности обеспечены включением предложения региона в нацпроект здравоохранения. Впереди всех нас ждет Новый год и несколько дней отдыха. Чем занять себя в эти своеобразные каникулы с пользой для тела и души? Сотрудники Волгоградской областной библиотеки для молодежи проводят много разнообразных мероприятий. Чем хранители храма знаний могут удивить даже продвинутых пользователей социальных сетей и заядлых книголюбов, расскажет Максим Черпак. В просторном зале Волгоградской библиотеки для молодежи будущие абитуриенты, учащиеся 9-10 классов. Пришли они, чтобы встретиться с представителями волгоградских вузов и задать вопросы, связанные с поступлением. Выбор профессии в жизни каждого человека – один из самых ответственных моментов. Это традиционно. Наши пользователи могут ознакомиться с представителями высших учебных заведений, с условиями поступления, посмотреть литературу, какая у нас есть для обучающихся в помощь. А в соседнем зале библиотеки рукодельничали юные гости молодежки. В этом году сотрудники Волгоградской библиотеки для молодежи запустили инклюзивную творческую лабораторию «Окна Настеж». Проект включает в себя мастер-классы, встречи, лекции и многое другое. В 2021 году он получил поддержку президентского фонда культурных инициатив. Цель проекта – создание комфортной среды для людей с особенностями здоровья, чтобы они могли общаться, учиться и найти свое место в жизни. Сюда всегда стремилось много молодых людей. Очень радостно бывает, когда молодые люди здесь знакомятся, обмениваются контактами. А в случае с инклюзивной творческой лабораторией мы видим, что и ребята с инвалидностью находят в себе какой-то круг общения, общаются со своими здоровыми, условно, сверстниками. И это идет на пользу тем и другим. Помимо очных мероприятий, сотрудники библиотеки проводят и онлайн-встречи. В преддверии Нового года они решили устроить творческий предрождественский фестиваль. К участию приглашены и зрители МТВ. Условие одно – сделать свою работу в стиле повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». Лучших выберут по четырем номинациям – читаем, рисуем, играем и рядимся. В связи с тем, что в этом году исполняется 190 лет с момента первой публикации повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством», мы решили это совместить и объявили творческий онлайн-фестиваль, который так и назвали «Перед Рождеством». Цель его – популяризация творчества Гоголя и содействие творческой самореализации наших читателей. Все подробности об онлайн-фестивале «Перед Рождеством» в группе Волгоградской областной библиотеки для молодежи ВКонтакте. Сегодня, когда молодые люди погружены в социальные сети, сотрудники храма знаний активно популяризируют свою деятельность в них. Пользователи с удовольствием покидают мир виртуальный и встречаются в реальном – на мероприятиях в библиотеке. Максим Черпак, Виталий Грищенко. Время новостей. Волгоград стал одним из лучших городов России для зимнего отдыха по версии одного из онлайн-порталов. В городе-герое каждый гость найдет занятие по душе. Множество исторических мест позволит расширить кругозор. Рестораны удивят местной кухней, а любителям адреналина придутся по вкусу зимние виды спорта и тур-маршруты. Также Волгоград признан самым гостеприимным городом России и уверенно держит это звание. Согласно данным опроса, зимой многие россияне также хотят погреться в лучах солнца юга страны. Чаще всего во время зимних каникул россияне посещают Москву, Санкт-Петербург и Сочи. При этом любителей зимних видов отдыха гораздо больше среди женщин. Отдохнуть за пределами родного города хотят около 24% опрошенных. Каждый сезон в Волгоград прибывает огромное количество туристов. И город-герой каждый раз удивляет гостей чем-то новым и незабываемым. Разнообразные туристические маршруты, пешие экскурсии, природные парки и множество других точек притяжения. В регионе работают 386 гостиниц и отелей, еще больше кафе и ресторанов с блюдами местной кухни. Разрабатываются новые однодневные и многодневные турмаршруты и направления. Улучшаются транспортные объекты, благоустраиваются новые общественные пространства. Напомним, в 2021 году Волгоград стал первой столицей детского туризма в России по итогам федерального конкурса. В регионе появился первый в стране детский совет по развитию отрасли. Губернатор Андрей Бочаров обозначил туристическую отрасль как одну из перспективных точек роста экономики региона. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях. Делитесь собственным мнением в комментариях. С подробной лентой новостей можно познакомиться на информационном портале mtv.online, а полная коллекция видео на rutube.ru. Не пропустите главное – подписывайтесь на наш канал. А на этом у меня пока все. Встретимся в эфире МТВ уже совсем скоро. Не переключайтесь. Сегодня днем по области и в Волгограде пасмурная погода. Ветер восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха – минус 3, минус 5 градусов. Продолжение следует...